Космический самочувствие В значительной степени наше психическое самочувствие и здоровье зависит от изменения космических энергий. Наконец вы научитесь различать и понимать, объяснять окружающим, когда мы сорвались, то почему очень часто мы срываемся из-за определенного резкого изменения космических энергий. Космические энергии бывают двух типов. Электромагнитные, это излучение электромагнитное излучение Солнца, это пятна на Солнце, это числа Вольфа и различные индексы солнечно-магнитной активности, электромагнитной активности. Но кроме этого есть неэлектромагнитные космические энергии. Вот примерно на 10% наше самочувствие зависит от электромагнитных космических энергий, а на 90% от других неэлектромагнитных космических энергий. В подтверждение графиках. Вот здесь госпитализация психиатрические стационары Казани и Москвы, это тысячи человек, достойные люди написали это, доктора наук. Вот госпитализация в зависимости по времени. И здесь представлено два параметра. Первый параметр важный такой вот, это числа Вольфа, а также скорость вращения Земли. Числа Вольфа отражает электромагнитную солнечную активность, а Лонг-Оф-Дэй, длительность дня Земли, отражает так называемые грависпиновые энергии. Это гравитационная энергия, и энергия связана со скоростью вращения Земли. Заметим, почти, ну, такое очень значительное совпадение госпитализации психических стационаров Казани и Москвы от грависпиновых энергий, от скорости вращения Земли. А от активности Солнца есть зависимость? Есть, когда очень высокая активность Солнца чуть-чуть подскакивает число, вот, лиц, увеличивается число лиц психическими отклонениями. Чуть-чуть. Но в большей степени, примерно на 90%, связь со скоростью вращения Земли. Это средние показатели за год, они выражаются в миллисекундах, отклонения от средней скорости за предыдущие десятилетия. Ну, мы можем взять это под сомнение. Вот давайте обратимся к тому участку графика, где есть резкие всплески. Вот оно. Растянем его и добавим скорость вращения Земли за этот период. Уже будут средние данные по месячному. И мы видим, что в точках, когда скорость вращения Земли максимально просто подпрыгивает число лиц, которые оказываются в психиатрических стационарах. Но, может быть, это только у нас в России. Мы, русские, очень зависимые, вообще россияне, точнее, проживающие на территории России в силу силы целого ряда причин. Мы очень зависимы от космических энергий. Но в настоящее время они растут. А как в других странах? Смотрим. Сплеск, шизофрении и других психических заболеваний в Англии в зависимости от скорости вращения Земли. Данные вот ежегодные. За год средний. Как только растет скорость вращения Земли, стационар открывает свои двери для пациентов. Настя же открывает. Забивается стационар. Ну, это лица с психическими отклонениями. А как нормальные лица, обыкновенные лица? Мы с вами. Вот смотрите, данные. Статистика вызова скорой помощи пациентов по поводу термической травмы. Ну, вот за длительное время, за целые годы, данные территориального центра медицины катастрофы Екатеринбурга. Сплеск вызова по поводу ожогов совпадает с резким ускорением скорости вращения Земли. Резкое ускорение. То есть, long-off day, длительность дня сокращается. Что мы видим на графике? Смотрим дальше. Возможно, какая-то ошибка тут. Это на крепких сибиряках. Еще сужаем время. Тут буквально вот в течение полутора месяцев. Число возгораний на Байкале и скорость вращения Земли. Число возгораний, вот оно, пики возгораний, они совпадают с резким возрастанием скорости вращения Земли. Вот тогда, даже как-то необычно не верится в это, увеличим количество примеров. Посещение сайтов для шизоидов, это не шизофреники, это обычные люди, а черты шизоидов есть почти у каждого. Так вот, есть сайт для шизоидов, вот ее посещение какое, число посещений. Мы сопоставили это, естественно, со скоростью вращения Земли. И что видим? Пики посещения падают на резкое ускорение скорости вращения Земли. Ну тут же должна появиться какая-то логика. А что это за логика? Вот это легко понять, если мы допустим, что существует космический эфир. Когда он плотный, Земля замедляется в своем вращении. А когда он, его вот разряженный такая вот кефирный ветер, вот плотность невысокая, Земля ускоряет свое вращение. Таким образом, когда много космического эфира, самочувствие наше в большинстве случаев улучшается. Когда плотность космического эфира, минимальная скорость вращения Земли растет, и самочувствие наше становится вот таким, как мы показали на этих графиках. Ну, это мы говорили в десятилетних циклах, в месячных циклах. А как в столетних циклах? Если это всеобщая закономерность, это должно проявляться и в столетних циклах. Есть такие данные. Угловая скорость вращения Земли и число психических больных и заключенных в тюрьмах в Соединенных Штатах Америки. В США. Смотрим. Оказывается, полный изгиб здесь вот, совпадение с графикой скорости вращения Земли с числом заключенных или с психическими отклонениями. И опять зависимость такая. Когда растет скорость вращения Земли, число лиц с психическими отклонениями увеличивается. Но это лица с психическими отклонениями. А как мы, нормальные, обыкновенные люди, как наше повседневное настроение, социальное настроение? Да вы, что оказывается, тоже полное зеркальное отражение скорости вращения Земли. То есть космических энергий, которые связаны со скоростью вращения Земли. Солнечной активностью также это связано. Но, повторяю, это когда очень высокая солнечная активность. Вот у нас болит голова, а нам что-то не здоровится. Это 10% всех факторов, космических факторов, которые определяют наше самочувствие и здоровье. А 90 факторов – это грависпиновая, неэлектромагнитная космическая энергия, о которой стали физики говорить только в последнее время. И спорить по поводу ее судья мы спорить не будем. Мы только возьмем сам факт, что есть статистически надежная связь между нашим психическим самочувствием и скоростью вращения Земли. И это космическая энергия. Некоторые называют такие продвинутые физики, но академики, докторановы, называют ее грависпиновой. Даже наши страхи зависят от этой грависпиновой, сложно измеряемой космической энергии. И наша психика реагирует на изменения данной космической энергии быстрее и непосредственно, и лучше любого прибора, который создан на этот день по диагностике данной космической. Итак, даже наши страхи по любому поводу, там что-то случилось с мужем, с детьми и прочее, эти страхи у нас нарастают в соответствии с динамикой неэлектромагнитной грависпиновой космической энергии. Даже страхи землетрясений, стихийных бедствий, вот, пожалуйста, данные в ЦИОМа, скорость вращения Земли с точностью до одного дня. Зеркальное отражение. Надо сказать, что грависпиновая космическая энергия, она очень тесно связана с электромагнитной. Очень тесно. Вот график. Скорость вращения Земли и межпланетарный индекс магнитного поля. Высокая скорость вращения Земли, то есть низкая плотность космического эфира и очень высокая электромагнитная энергия. И наоборот, то есть зависимость обратная. Много одной космической энергии, меньше другой космической энергии. И вот на это соотношение энергии реагирует все живое на Земле самым неожиданным образом. Одни растения лучше развиваются, когда скорость вращения Земли высокая, а другие такого же вида, когда скорость вращения Земли замедляется. Одни коровы доются лучше, когда растет скорость вращения Земли, а другие, когда она падает. Одни спортсмены достигают большего, когда растет скорость вращения Земли, а другие, когда она падает. Ну вот график исследований удоев молока в зависимости от магнитной активности Солнца. Две группы коров. Я даже приведу из этой диссертации, из этого научного исследования выводы, что отчетливость вязь, что одна группа коров на одну космическую энергию реагирует положительно, а другая отрицательно. Меняется соотношение этих энергий, меняется соотношение в надое молоков этих высокопродуктивных коров. И тут делают выводы. Ученые, крупные ученые, что по-видимому у этих коров разный обмен вещества в зависимости от этих космических энергий. Вот тут все данные есть. Ну сразу же отметим, что как разные группы коров, черной масти и белой масти оказались, по-разному реагируют на одни и те же космические энергии, так и мы по-разному реагируем на одни и те же космические энергии. Есть так называемая зона оптимальной скорости вращения Земли или плотности космического эфира. Это как водолаза. Если быстро поднимать или медленно поднимать, хоть поднимать, хоть отпускать, кессонная болезнь будет. Вот так и здесь. Вот есть какая-то плотность космического эфира, в рамках которой большая часть людей чувствует себя оптимально. А вот как только она стала менее плотной или более плотной, ну, увы, наше самочувствие меняется. Подтвердим это некоторыми фактами. Вот скорость вращения Земли и число смертных случаев от отравления алкоголем в России. Вот почему мы заговорили о космических энергиях сейчас? Да потому что до границы наших тысячелетий, вот прошедшего тысячелетия, нынешнего тысячелетия, на границе двух веков происходило очень резкое изменение космических энергий. Наиболее высокая скорость вращения Земли за период точных наблюдений, точность деми секунды, это у нас 1962 года, вот 2003 год, это был год, когда наиболее низкая плотность была космического эфира. И она менялась очень, резко менялась плотность. Смотрим на график. Вот они, 93, 4, 5 год, это высокая плотность космического эфира. Много смертных случаев от отравления алкоголя. 2003 год, низкая плотность космического эфира. Много случаев от отравления алкоголя. Есть какой-то оптимальный уровень плотности космического эфира. Но когда он меняется резко, а когда он меняется медленно на протяжении столетий, тысячелетий, то для человечества более благоприятна, более высокая плотность космического эфира. История даже меняется в лучшую сторону, когда плотность космического эфира растет. Следующий график. Это зона оптимальности между скоростью вращения Земли и болезнями органов дыхания. Даже органы дыхания, болезни сердца статистически зависят от скорости вращения Земли. Тысячи, десятки тысяч случаев медики выложили такую статистику. Правда, скромно, не кричат они. Эта статистика находится в научных журналах, в том числе изданных и в Академии наук. Количество убийств зависит от скорости вращения Земли. И опять, есть мера оптимальности плотности космического эфира или скорости вращения Земли. Различные виды преступлений тоже зависят от скорости вращения Земли. И есть оптимальный уровень его плотности. Но возникает вопрос сразу. А находиться на границе оптимального уровня плотности космического эфира, это плохо или хорошо? Но если человек больной, и это вызывает у него болезнь, это плохо. А если человек здоровый и склонен к творчеству, то нахождение на этой границе – это те периоды более высокой интенсивности его творчества. Это периоды, когда личностные качества, особенно определяющие творческую активность человека, начинают быть более активными. Когда возрастает частота работы головного мозга. И когда растет IQ. Вот один график. Это более тысячи обследуемых. Вот обследовались в разные месяцы, годы и в разные годы. А 870 обследуемых здесь. И оказывается, в те моменты, когда в зависимости от времени года скорость вращения Земли выходила из оптимального уровня, подскакивала шиноидностью человека, это временный IQ – коэффициент интеллектуальности. То есть, нахождение на границе оптимальной плотности космического эфира – это рождает определенные, рождает таланты, рождает изобретения. Что удивительно. Есть шизоиды, которые – это шизоиды ученые, крупные ученые, лауреаты Нобелевской премии, всемирно известные ученые. Они это пережили на себе. И считают, что нахождение на этом уровне, в этом периоде – это рождало у них творческие достижения. В частности, Нэш, мы о нем будем говорить, лауреат Нобелевской премии, о нем написано, много книг написано, фильм снят, «Игры разума». Ну, он известный, один из самых известных лиц паранорельной шизоидности. Вот это касается не только циклов в течение месяцев, недель, но и эта зависимость касается более длительных циклов. Вот сейчас видно, что уровень выраженности шизоидности не шизофрении, а шизоидности – это черты, которые связаны с таким творческим, нестандартным взглядом на различные вещи, с разных сторон. Взгляд с разных сторон, противоречивым взглядом. Так вот, он тоже, шизоидность, из года в год изменяет свою динамику в зависимости от скорости вращения Земли. Ну, есть вот такая вот очень шикарная схема, которая показывает изменение шизоидности в зависимости от времени года, а также рождение талантов в зависимости от времени года. Вот эти пики, пики шизоидности и пики рождения талантов, они совпадают. В феврале рождается много талантов и повышенная шизоидность. В августе рождается много талантов и повышенная шизоидность. В ноябре рождается много талантов и повышенная шизоидность. И все это связано со скоростью вращения Земли. На этом графике присутствует и скорость вращения Земли. Вот есть точные данные о потреблении наркотиков Естественно, употребление их совпадает со скоростью вращения земли И когда скорость вращения земли высокая, количество употреблений наркотиков, количество лиц, которые приводятся к наркотическому опьянению, резко взрастает Вот это вот данные Ну есть вообще данные, матери убивают своих детей Чаще убивают, когда скорость вращения земли максимальна Ну давайте перейдем все-таки к нормальным людям Мы говорили, у нас были примеры там вот тысячи, сотни, десятки тысяч А это миллионы, десятки миллионов, сотни миллионов Вот такие данные получены благодаря тому, что есть у нас интернет И каждый клик в интернете, он фиксируется соответствующими организациями, провайдерами Данные Выходы в интернет Google, Яндекс, Мейл.ру Количество выходов Это десятки, сотни миллионов случаев, а не на графике Они зависят от скорости вращения земли Почти точное совпадение кривых Ну поэтому нет ничего удивительного Что и психические заболевания Наше психическое вот самочувствие, настроение Ну они вот Количество лиц, которые лежат вот в психиатрических стационарах Оно непосредственно святое со скоростью вращения земли Но это статистика Ведь мы конкретные люди И для нас как-то вот более живо, более понятно, когда мы говорим о конкретных людях И если мы так Статистически вот последовательно связываем наше психическое самочувствие с космическими энергиями Которые связаны со скоростью вращения земли И если эти энергии растут вверх-вниз, то тогда, по-видимому, и болезни тоже должны то возникать, когда мы выходим из зоны оптимальной плотности космического эфира То вновь то возникать, то исчезать эти болезни То есть болезни должны возникать и исчезать у конкретного человека На сотнях тысяч мы посмотрели, это так Но нам ведь вот нужны конкретные люди То возникает психическое отклонение, то пропадает То возникает психическое состояние такое, что вот порой жить не хочется А то вот безудержное, веселое, счастливое, радостное психическое состояние Вот когда, здесь и как, какие тут зависимости Рассмотрим это на конкретных людях Ну вот есть такая красавица Бетти Пейдж Это символ, сексуальный символ Америки 50-60-х годов Вот она заболела Заболела И вот ее болезнь на этой схеме На этой схеме представлена скорость вращения земли 1923 год Это очень высокая скорость вращения земли Бетти Пейдж родилась Затем скорость росла и стала падать И как только она достигла того уровня, при котором родилась Бетти Пейдж У нее пошли непрерывные успехи В кино, в фотосессиях, в журналах, в интервью Успех, классический успех Но, как только скорость вращения земли вышла И с оптимального уровня, для нее оптимального уровня Все, начались психические отклонения И вот идет замедление скорости вращения земли А у него психическое ухудшение Ухудшение Пошли развод за развод Но, начиная с середины 70-х годов Когда начала расти скорость вращения земли У нее пошло вдруг неожиданное выздоровление И в 1979 году полное выздоровление Ну а потом вновь, вот скорость вращения земли Так вот десятилетиями идет то вверх, то вниз Потом вновь замедление скорости вращения земли Она замолела и умерла Еще пример Известный Нэш Джон Форбс Нэш Лауреат Нобелевской премии Математик Удивительно талантливая личность Родился на пике скорости вращения земли 1928 год Защитил диссертацию 28 страниц За нее ему дали потом Нобелевскую премию 28 страниц Вот его преподаватель один Написал ему характеристику Кратко всего одно предложение Это гений И он защитил этот диссертацию Когда находился на грани плотности Космического эфира Который для него оптимален Когда выходил из этой зоны Но как только вышел Начались болезни Он не вылезал из психиатрических стационаров Просто не вылезал Но одновременно он анализировал Что делают врачи Как делают врачи И про себя записывал Да тут лекарства не нужны Ну никак не нужны Что тут надо совсем другое Он чувствовал зависимость Своего творческой активности От этого состояния Он чувствовал Что это состояние зависит от космоса Это есть его воспоминания И он понимал Что тут лекарства не помогут Вот удивительное Удивительное Такие вот рассуждения Нэш И когда его началось выздоровление Выздоровление началось Когда начало Расти скорость вращения земли Он полностью выздоровел К 1990 году Полностью непонятно почему Врачи говорят Мы не знаем почему Но выздоровел И в 1994 году Получил Мобильскую премию Естественно Когда он болел Он развелся А когда он выздоровел Он опять женился На той же женщине С которой развелся Это вот для тех У кого конфликты в семье По причине космических причин Не вините друг друга Вот поймите Что мы зависим От космических причин Переживите этот период Но для этого надо понять Что это не мы такие стервозные Не мы такие плохие Это не сусходство характера Это просто мы меняемся Под влиянием космических энергий Давайте вините их А не друг друга Так Ну вот Еще Один пример Это Гитлер Ну тут мы говорили Что эти Личности которых мы рассматривали Бетти, Пейдж и Нэш Они родились При высокой скорости Вращения Земли Им было плохо При низкой скорости Вращения Земли У Гитлера наоборот Он родился При высочайшей плотности Космической эфира 1889 год Вот А ухудшения его начались Когда Скорость вращения Земли возрастала В 1936 году Он чуть ли не хотел писать Завещание Он был в таком вот состоянии В готовности Что вот-вот Умрет А потом Устало улучшаться здоровье Когда Стало улучшаться? Когда В мост Ровности Плотность Космического эфира Перед Нападением На Советский Союз Он дал задачу Провести Своё всестороннее Медицинское обследование Медицинское заключение О состоянии здоровья Гитлера В 1940 году Есть в Википедии И там написано Что у него Обнарушено Только Слово Только Википедии это есть Расширение Левого желудочного Ну кто это знает Вот Понимает Что это даже У спортсмена Бывает Расширение Левого желудочного И практически У всех У кого чуть-чуть Повыше Годовление Вот Такая вот Зависимость Болезни Гитлера Его психического Самочувствия От скорости Вращения Земли От плотности Космического эфира Вот характерно Что он Избавляясь Вот от этих Ощущений Уезжал в горы А в горах Скорость Эфирного ветра Значительно Выше Примерно В три раза Выше Чем у Земли У Земли Она примерно 3000 км В секунду А в горах Где-то 8-10 Тысяч Км В секунду То есть Плотность Эфира Там выше И он Бессознательно Искал Лечение В горах Бессознательно Жил там Треть времени Провел Всего После начала Второй Мировой Войны Ну и Особо Хочется Поговорить О Ницше Почему Отцов Да потому Что он Родился При средней Скорости Вращения Земли 1844 Год Плохо Ему Стало При Высокой Скорости Вращения Земли Он был Вынужден Покинуть Преподавание Он был Профессором Университета Очень молодым Очень Талантливым Он был Вынужден Покинуть Преподавание 1879 Год Оставил Преподавание Как только Скорость Вращения Земли Достигла Уровня Когда он Родился Он написал Свой Лучший Труд Так Говорил Заратуй Но потом Скорость Вращения Земли Вновь Стала Замедляться Плотность Космического Эфира Расти У него Вновь Появили Тихические Откровения В 1889 Году Он вообще Потерял Разум И в 1900 Он был Уверх Но он Характерен Тем Вот его Творчество Что он Понимал Свою Зависимость От Космических Энергий И более Того Он По сути Дела Перечистил Те Факторы Влияния На которых Может Вот Идет Этот Процесс Он Увидел В Динамике Вот Какие Факторы Влияют На Изменение Плотности Космического Эфира Первое Наша Земля Движется Вокруг Солнца С разной Скоростью И Когда Скорость Движения Высокая Вокруг Солнца Это Бывает Зимой То Скорость Вращения Замедляется Как Первые Циклы Увлечения Плотности Космического Эфира Когда Замедляется Скорость Вращения Земли В годовом Цикле Второе Наша Солнечная Система Движется Летит В космосе И она Натыкается На Более Плотные Слои Космического Эфира В этом Случае Замедляет Движение И Солнечная Система И Скорость Вращения Земли В этом Случае Мы Имеем Разницу По Годам Между Скоростью Вращения Земли И Наконец Третий Случай Планеты Особенно Планеты Которые Крутятся С большой Скоростью Большую Спиновую Энергию Имеют Выстраиваются В одну Линию И когда они Выстраиваются В одну Линию Вот Получается Нечто Подобное Вот эти Вихри И они Начинают Взаимодействовать Там Где Наибольшая Меньшая Плотность Космического Эфира Где Самая Высокая Скорость Самая Узкая Скорость То есть Взаимодействуют По своей Линии Расположения Поэтому Расположение Планет На одной Линии Меняет Давление Космического Эфира Бывают Даже Уникальные Случаи Когда Луна Линзирует Эту Энергию В том числе Даже От Солнца На определенные Места И в этих Местах Происходят Достаточно Своеобразные События Когда Плотность Космического Эфира Высокая Или Маленькая То Вот Целое Событие Есть Специальная Книга Она Называется Психокосмическая Энергия Терроризм Где Этот Механизм Рассмотрен По-другому Поэтому У нас Может быть И ситуативно Улучшаться Или ухудшаться Психическое Самочувствие В зависимости От скорости Вращения Земли Однако Вернемся К мемуарам Ницше Вот что Он говорил Его слова Моя Кровь Бежит Медленно Мало Космического Эфира И Кровь Бежит Медленно А сейчас Есть статистика Которая Показывает Что это Так Тут Несколько График Оказывается Что Вирусы Равнажаются По-разному В зависимости От скорости Вращения Земли В данном Примере Высокая Скорость Вращения Земли И Равнажение Вирусов Становится Менее Интенсивно Дальше Пример Рыбульской Десятки Тысяч В некоторых Случаях Некоторые Годы 45 Тысяч Обследуем И Что Мы Видим Оказывается Антиметрические Данные Людей Рот Цвет Глаз Вес И Прочее Зависит От скорости Вращения Земли Она Выделила Три Группы Этих Данных Они Полностью Совпадают Вот Растет Скорость Вращения Земли Вот Она Падает А вот Она Постоянная Это Разные Антропологические Разные Данные По Биомедицинские Данные Но Это Совпадают Столетних Исследования Есть Данные О Росте О Среднем Росте Европейца По Тысячелетиям По Столетиям Вот Когда 17 Век Этот Рост Наиболее Низкий И В это Время Плотность Космического Эфира Была В этих Случах Я Это Состояние Выражает Ослабление Обмена Веществ Его Замедление Своего рода Волю К зимней Спячке Вспомним Две группы Коров У одних Это вот У одних Замедление Обмена Веществ При этой Космической Энергии А у других Наоборот Возрастание Обмена Веществ Вот Ницше Это вот Обнаружил Что он Еще Вот он Он говорил Что ему полезен Сухой воздух И чистое небо И вот Слова его Гений Обусловлен Сухим воздухом И чистым небом Чуть ниже Удивительный График Удивительного Русского Ученого Сидоренко На котором Скорость Вращения Земли И средняя Температура На Земле Примерно За два Столетия Эти Параметры Скорость Вращения Земли Сухой воздух Чистое небо Температура Взаимот Связаны Когда он Говорит О сухом Воздухе И чистом Небе Он говорит О определенной Клотности Космического Эфира И далее Он делает Вывод Что его Жизнь До последних Десяти лет Всегда Протекала В неподобающих Как раз Для него Запретных Местностей И Перечисляет Эти места Ну а мы Теперь Воспользуемся Схемой Ацуковского Владимира Акимовича Зоны Давления Космического Эфира И распределение Людей На Земле С диагнозом Депрессия Вот есть Удивительный Ученый Российский Владимир Акимович Ацуковский Он написал Несколько Монографий О космическом Эфире И вот В одной Приводит Схему Распределения Плотности Давления Космического Эфира На Земле Потому что Мы знаем Направление С которым Он падает На Землю Вот Примерно Несколько Десяток Градусов Из созвездия Льва Он падает В Северный Полюс А вот отсюда Эфир Летит на Землю Он падает На Землю И по законам Жидкости Газообразных Веществ Создается Зона Плотного Давления Эфира А потом Разряженного А потом Умеренного Давления Эфира Он эти зоны Выделил А мы взяли И на графике Совместили Схему Ациковского Со схемой Распространения Депрессии На Земле Ну Полное Совпадение Взяли Схему Ациковского И совместили С количеством Террористических Актов Которые Происходят По Земле Ну Это вот Зона Низкой Плотности Космического Эфира Совпадает Зоной Вот террористических Актов Но есть Так называемая Зона Политической Военной Нестабильности Вот В этой Часто Зоне Говорят Американцы Вот Они Выделили Эту Зону Она Тоже Совпадает Зоной Низкой Плотности Космического Эфира Но Что делать Когда Эфира Не хватает И когда Много Ницше Говорит Что Особые Слова Благодарности Я Произношу Тем Людям С кем У меня Были Сердечные Отношения Сердечные Отношения Чаще Были Ну Вот С музыкантами С поэтами Причем Не через Непосредственное Общение А через Знакомство С результатами Их Творчество Оказывается Для Того Чтобы Выйти Из Этого Психического Состояния В первую Очередь Необходима Эмпатия Доверие Между Людями Хорошие Отношения Любовь Глубокие Чувства Удивительно Но Эти Чувства Вот Эти Качества Людей Они Помогают Когда Избыток Или Особенно Нехватка Космической Энергии А если Любви Нет Если Должны Чувств Нет Если Нет Людей Которые Дышат Одинаково Вместе С тобой Одинаково Вместе С тобой Это Одинаковая Частота Электроэнцефалограмма Активность Головного Мозга В том Участке В котором У тебя Тогда Резонансы Происходят Взаимно Эмпатия Происходит А когда Нет А когда Нет То Это Заменяется Порой Наркотиками И вот Что Пишет Ницше Если Хочешь Освободиться От Невыносимого Гнета Нужен Гашиш Вот Еще раз График Невыносимый Гнет Когда Когда Не хватает Космической Эфира Редко Возрастает Потребление Наркотиков Или Любовь Или Наркотики Другого Нет Вот Его Рассуждение Эти Маленькие Вещи Питание Место Климат Отдыха Неизмеримо Важнее Всего Что До сих пор Считалось Важным Вот Оно Что Немножко О Мести Проживания В настоящее Время Существуют Карты Европейское Агентство Космическое Агентство Создало Эти Карты Запустило Много Спутников И Существуют Карты На которых Указаны Места С разным Уровнем Гравитации И С места С разным Уровнем Вот Магнитной Напряженности И Между Этими Параметрами Существует Взаимосвязь О чем Мы говорили Вот эта Взаимосвязь Уже Выявлена Она реально Существует Между Гравитационным Полем И Магнитным Полем Коэффициенты Корреляции Вот эти На графике А российские Ученые Взяли Различные Кластеры Деревьев И Посмотрели Какова Ширина Прироста Их Колец Мы Взяли И разместили Их На картах Космического Геопрометического Агентства На картах Разных Магнитных Полей И Гравитационных Полей И Вот Внизу Здесь График Прироста Колец Разных Деревьев Здесь Из Каких Регионов Вот эти Получены Данные И Дальше Идет Карта Этих Регионов Оказывается Разный Прирост Колец Деревья Совпадает С Разным Уровнем Магнитных И Гравитационных Полей У нас На земле Поэтому Переезд С одного Места На другой Это Изменение Тех Космических Но не только Космических И земных Энергий В которых Находится Человек Но в Одних Случаах Энергии Бывает Слишком Много Для здоровья Хорошего Самочувствия В других Случа Слишком Мало Вот Как Узнать Много Космической Энергии У нас Или Мало Что Нам Полезнее Или Полезнее Места Где Космический Эфир Менее Разряжен Или Полезные Места Где Высокая Плотность Космического Эфира Как Это Можно Узнать По Биографии Садимся И Внимательно Своей Биографии Отмечаем Года Если Получится Месяц Если Помните День Ну Во-первых Когда мы родились Да Вот Ну а во-вторых Когда нам Было Очень Хорошо Когда мы достигли Многого В жизни Когда были Высочайшие Достижения Ну У спортсменов Это легко Сделать Когда он Установил Рекорд И Во-вторых Мы выписываем Дни Года Месяца Когда нам Было Плохо Когда по непонятным Причинам Вот-вот Все Срывало Что-то у нас Не получалось Что-то Не так Выписали Это Прислали Нам И мы Совершенно Бесплатно Эти графики Эти ваши Даты Привяжем Скорости Вращения Земли И вы Примерно На таких же Графиках Которые Недавно Смотрели Узнаете Когда вам Благоприятно Для психики В каких условиях Вашей психике Не очень Благоприятно Дискомфортно В каких условиях Возникают Проблемные Ситуации Итак Это Биография Далее Самонаблюдение Простой Дневник Когда вам Плохо Хорошо Плохо Хорошо Плохо Хорошо Я надеюсь Что мы Со временем Поставим Прибор Который Отражает Интенсивность Космических Энергий И вы В реальном Времени Сами Самостоятельно Глядя На данные Этого Прибора На график Его изменения Сможете Отслеживать Насколько Динамика Вашего Эмоционального Состояния Связана С динамикой Космических Энергий И Наконец Очень Эффективный Метод Электроэнцефалограмма Оказывается Наш Морс Реагирует Лучше Любого Прибора На изменения Космических Энергий И в первую очередь Грависпиновых Не электромагнитных Вот эти три Основных Метода С помощью которых Мы можем Ну Понять В каких Когда Что Происходит С нашей Психикой Какая динамика Нашего Психического Самочувствия Ну что делать Как Выздоравливать Ну Мы уже Эти факторы Перечислили Допустим Переехать Или приехать Жить Или отдыхать В горы Там Высокая плотность Космического эфира Но есть Особые горы Горы Которые находятся И в зоне Плотного Космического эфира Это по схеме Цуковского Да И высоко Ну это Гималай Гималай Там вообще Чудеса С выздоравливанием Людей И от СПИДа Излечивались Без лекарств Совершенно И от рака Излечивались И масса Таких данных Ну Если Наоборот Надо Меньшая плотность Космического эфира То надо Бежать туда В те Районы Где более Низкая плотность Космического эфира В горы Уже нельзя Далее Поиск Особых Мест Где Оптимальная Космическая Энергия И Гровиспиновая Земная Энергия Вот такие места Есть Они не всегда В горах Я знаю В Штховской области Есть уникальное Место Где люди Выздоравливают Буквально За 10 сеансов Вот Уникальное место Непонятно Почему Они выздоравливают Потому что Их психика Резонирует С той Энергии Которая Вот в данном Конгрессе Итак Кристаллы Почему кристаллы Помогают Почему они Занимают Такое место Вот В истории Человечества У кристаллов Есть удивительное Свойство Кристаллическое Решетство И удивительное Свойство Они задерживают Вихри Космического Эфира Они начинают Вращаться Вокруг данной Кристаллической Решетки Расчеты Такие Доказательства Обоснования Приведенного Доктора Химических Наук Профессора Халманского Александра Федоровича Ну и многих Других Ученых И вот Не случайно Гитлер Он употреблял Более Семидесяти Лекарств В том числе Наркотические И среди Этих Лекарств Особое место Занимало Лекарство Которое По сути Являлось Кристаллом Он употреблял Внутрь Так ему Подобрали Этот кристалл Что он Помогал Ему Но кристаллы Могут Помогать И вот Когда мы Находимся Рядом С нужными Для нас Кристаллами Есть такие Кровати Из шумгута Человек Ложится Спит Они как раз Обладают Кристаллическими Такими свойствами Которые Переводят Вихри Космического Эфира Которые Идут И падают На землю Переводят На тот Уровень Который Уже Непосредственно Потребляется Организм А в нашем Организме Очень много Кристаллов Они уже Сфотографированы В клетках Даже в ДНК ДНК Начинается Вот с маленького Кристаллика И потом только В спиратку Заворачивается Этот кристаллик Что делает Он направляет Вихревые Энергии По ДНК Эти вихри Идут Буквально И в мозгу Человека И в сердце Это уже Обнаружены Вихревые Энергии И по сосудам И по нервным Волокнам Идет передача Энергии Через Вот эти вот Через Вихри И так Кристаллы Занимают Особое Место В лечении При этом Чем выше Частота Электроэнцефалограммы У человека Тем более Полезны Для нее Кристаллы Вот с мелкой Решеткой Ну самая Мелкая Решетка Это у Алмазов Алмазов Это самая Мелкая Решетка Он помогает Алмазы Помогает Высокоинтеллектуальным Высоко Тонким Людям Достаточно Высоко Творчески Далее Как выздоравливать Через Грязь Вот мы едем Грязь Грязь Натерлись А что такое Грязь А грязь Это отжившие Микроорганизмы В первую очередь Кристаллы Которые Остались От этих Микроорганизмов Вот в эти вот Кристаллы Мы себе Наматали И космический Хер идет Через эти Кристаллы И начинает Бутировать Нас А мы Вот Ну Буквально Мы Питаемся По сути дела Питаемся Вихревой Космической Энергией Об этом Можно Почитать В книге Человек Вихрев Эфира Итак Грязь Далее Минеральные Воды Мы употребляем Минеральную Водичку И там По сути дела Содержатся Вот Вот Те вещества Которые Вот Повесны Для организма С которыми Резонирует Вот наша Энергетическая Сущность И Наконец Окружение Общение Когда мы Общаемся С людьми У которых Чистота Электроцифалограммы Чистота Работы Головного Мозга Основные Очаги Возбуждения Головного Мозга И там Где у нас Мы входим В резонанс И вместе Выздоравливаем Если Возьмем Интернет То Часто В точках Максимальной Скорости Вращения Земли Резко Возрастает Выход На сайты Знакомств Резко Возрастает Количество Контактов В Одноклассниках И в других Социальных Сетях Твиттере В социальных Сетях И Люди Просто Тянутся Спонтанно Общаться Друг С другом Спонтанно Ну что Удивительно Вначале Идут На сайт Знакомств Ищут Новых Людей А затем Возвращаются К своим Друзьям А почему Ищут Новых Знакомых Потому Что Те Люди Которые Их Окружают В полной Мере Их Недовлетворяют В полной Мере Они не входят В резонансе С ними Очень Трудно Найти Человека С которым Душа В душу Которые Беседуют И оба лечат Как их Найти Тогда Сотни Перебрать Частота Разная Где В правой В левой Стороне Лобная Затылочь Уже По этим Параметам Там Сотни Типов Людей И вот Чем Может Помочь Здесь Вот Наш Научный Центр Мы Обследуем Таких Людей У нас Есть База Данных И вот Когда Этот Человек Психологически Совместим С этим Человеком Мы их Сводим И они Начинают Общаться Между Собой Они Выздоравливают Оба Выздоравливают Но для этого Надо Понять Во-первых Провести Над собой Какое Микроисследование Самоисследование Понять В какие Космические Дни Как мы Себя Чувствуем Поэтому Кто Себя Лучше Чувствует При Высокой Скорости Вращения Земли В одну Сторон При Низкой В другую Сторон И потом Тут мы Начинаем Искать Эти пары Тогда Идет Залимная Помощь Друг Друг Тогда Вместо Того Чтобы Муж С женой Между Собой Вдвигаться Ругаться Появляется Кто-то Еще Обязательно Его Пола С которым Он Находит Какой-то Душевный Контакт Он В ту Точку Времени Когда Он Ругается С женой Он С другом С хорошим Другом Он Пойдет На рыбалку Иногда Попить Пивка Иногда Просто Поговорить Поиграть Шахматы Теннис Найти Какие-то Способы Взаимодействия С теми Людьми Которые Им Подходят Которые Снимают Стресс Жена С подругой Друг С другом Муж С другом Мы Мы Получаем Нормальный Эффект Место Развода Укрепление Семьи Но Это Надо Делать В точке Бифуркации В точке Когда Меняется Психика Редей А эти Моменты Это Точка Изменения Ускорения Вращения Земли Вот Земля Вращается То Ускоряется То замедляет Вращение То ускоряет То замедляет Во всех Этих Точках Ускорения И замедления Земли Скорости Вращения Земли Происходят Ну Просто Очень фундаментальные Изменения Психики В идее И Можно Говорить Вообще Он методом Психокоррекции А можно Приводить Эти методы Психокоррекции В тот день В тот момент Когда Бессознательно Когда человек Открыт Когда Сам он Идет С удовольствием На эту Психокоррекцию Ну вот Как Выздоравливаете Теперь Чем Можем Помочь Мы Повторяю Это Диагностика Типа личности По биографии Это Вы нам Присылаете По мейлу Мы вам Бесплатно Отсылаем Говорим Что за тип личности Диагностика Тип личности По энцефалограмме Третий Поиск Психокорректирующих Методов Средств Это Или местность Кристаллы Метафоры Притчи Модели понимания Мира Себя Новый смысл жизни Вот кажется Как это так Притчами Можно лечить Кажется Можно Можно помогать Даже умным Словом Но опять В нужный момент В нужный день Прочитать К письмам К окружающим Людям К философским Трактатам А когда Максимальная Скорость Вращения Земли Надо бегать Кросс Быть на фитнесе Подтягиваться Работать На даче Вот Разные Методы И способы Снятия Психического Напряжения В зависимости От того Какие Идут Космические Энергии Следующее Направление Это Поиск Лиц Для психокоррекции Мы можем Это Не просто На это Иногда Уходят Годы И Наконец Разводы Конфликты Особенно На работе Вое Достаточно Часто Когда Типы Разные Когда Энцефалограммы Разные Когда Частоты Работы Головного Мога Разные Начальник Крупный Не может Ужиться Со своим Очень Эффективным Заместителем А выход Иногда Очень Прост У заместителя Он работает С практиками В деле Он среди Людей Такой Психотип Очень Полезен А этот Владелец Бизнеса Он Вот Рукой По Психотипу Убери Его Пройдет Полгода Будет Развал На Производстве Что Нужно Делать Если У них Разные Частоты Работы Головного Мозга Если По Разному Работают Значит Между Начальником И подчиненным Надо ставить Кого-то Который И сюда Психологически Совместим И сюда Психологически Совместим Они ругаются Лежу собой По производственным Вопросам А причины Психологические Психофизиологические Вот Конфликты Очень Часто Возникают И по Сути И в силу Того Что мы Очень Разные А Сила Масштаб Этих Конфликтов Зависит От Космических Энергий Во много И если Посмотреть Когда на Производстве Были Конфликты Сопоставить Со Скоростью Вращения Земли То Оказывается Ох Где-то На 70 60 На 80 Процентов Раскладываются В соответствии С теми Космическими Энергиями Которые Меняют Нас Капричности Таким Образом Несмотря На то Что Мы Очень Зависимы От Космических Энергий Несмотря На то Что Мы Изменить Их Не можем Существуют Определные Методы Приема Способа Когда мы Можем Учесть И разумно Адаптироваться К ним В Настоящее Время Плотность Космического Эфира Растет Настоящее Время Космические Энергии Связанные Со скоростью Вращения Земли Вот Они Растут Это Время Очень Повесное Для России Именно В моменты Замедления Скорости Вращения Земли Мы Делали Живок В развитии Есть Графики Сопоставления Темпов Роста ВВП Ша И Россия В прошлый раз Мы Показывали Эти графики Когда Идет Замедление Скорости Вращения Земли Плотность Космического Эфира Растет Мы Развиваемся Экономически Высокими Темпами И Догоняли Америку Не перегнали Да Догоняли Америку Вот Поэтому Идет Очень Поместное Нужное Космическое Время Для России Для Бизнеса Это Время Когда Можно Лечить Психические Заболевания Количество Больных Уменьшается По графикам Убители Но Этот Процесс Более Эффективно Будет Протекать Тогда Когда Мы Будем Понимать Его Закономерности Поэтому Можно Посмотреть Книгу В резонансе С космическими Энергиями Психокоррекция И маркетинг У ней Более Подробно Описано То О чем Мы Говорили До Свидания Продолжение следует Продолжение следует